Мне понравится, ну что будет? Ничего, публиковать не будем. Почему? Кто вам сказал? Кто вам сказал, что я не публикую? Я как раз вот самые неудачные вещи я публикую. Тогда больше я отказываюсь в дальнейшем интервью давать. Понятно. И рассказывать. Ну хорошо. Предсказание своего волшебного, логического, кристального шара. А он не разбился еще за год? Нет. Так, ничего. Так, день добрый. Журнал коневодства беспокоит. Добрый. Про содержание коней хотелось бы поговорить. Давай сюда. Каких? Те, которые вывезут нас на быструю прямую финишную. В прошлом году, ваш прогноз по Газпрому, вы сказали, что когда пробьет 110 уровень, вы хапнете... Сбербанку? Сбербанку, прости. Обычки. Вы хапнете на полную катушку, хапнули? Да. Хапнул. Как и планировал. И потом вы, по-моему, до 145... Нет, вы сказали, посмотрим. Вы сказали, точку выхода я не скажу, но посмотрим. Ну, да, да. Планировал по 180 часть продать, что я сделал. Чуть пораньше. Пораньше? Да. А не было желания вниз развернуться, где-нибудь по 150? Нет. Зачем? Смысл в том, чтобы давать растущим акциям расти. Если кто-то хочет, конечно, думать по-другому, то прекрасно. На этих конях мы поедем дальше. Там были шикарные еще акции а-ля Аэрофлот, Татнефть. Ну, вот вы на них не ездили? Нет, и про них мало что могу сказать, поскольку в основном интересуются самые ликвидные наши акции. Буквально пять самых ликвидных. А уже второй эшелон, ничего не могу сказать. А вы играли в прошлом году на понижение хоть раз? Нет. И вообще этого практически не делаю. И никому не рекомендую. Сейчас вот вышел обзор одного инвестбанка, что наши нефтяные акции вырастут на 15% в этом году. Как вы смотрите? Вы тоже оптимист? Я думаю, что должна все-таки в первом полугодии случиться коррекция. К тому росту, который мы наблюдали весь прошлый год. А потом уже к концу года будет видно. То есть сейчас вы вышли из бумаг, получается? Частично, да. Частично еще есть инвестиционный портфель, инвестиционная часть, как всегда со мной. То есть вы сейчас занимаетесь гаданием на кофейной гуще, сказали, что вероятно все будет какая-то коррекция, а потом еще продолжится рост. Ну, если гадать на кофейной гуще, то... Как это? 50 на 50. Может быть, а может и нет. Вот я спросил вопрос, как вы видите год? Вы считаете, что без коррекции не обойдется в первом полугодии? Ну, мне кажется, что так. А на основании чего скажется? Что-то рампа кажется не таким сладеньким. Да нет, просто обыкновенная техническая коррекция. Что весь год росли, соответственно... Довольно долго придется... Ну, и даже это может быть плоская коррекция. Сильный, конечно, я не жду, но... Нужно какое-то время для охлаждения рынка. Ну, вот куда вы ждете-то, скажите? Куда? Март, апрель, май. Ну, понятно. То есть она может быть даже боковой, на ваш взгляд. Вполне, да. Вполне может быть. А какие активы вам кажется интересным? Все-таки у нас уже весной будет тема заиграет дивидендов. Вы как-то будете учитывать в своей стратегии эту тему? Ну, дивидендные акции, наверное, будут... Лучше выглядеть, чего тут говорить. Ну, а остальных... Не знаю, сколько там у нас дивиденды по голубым фишкам. Это, в общем-то, сравнимо с размерами дневных колебаний. Поэтому я лично мало на это смотрю. По поводу доллара мы договорились с вами не разговаривать. По поводу нефти у нас разговора не было, что договаривались. Мы ни о чем не договаривались по поводу нефти. Ваш взгляд на график нефти? График нефти? Он пойдет вправо. Ну, я думаю, что как... Я солидарен с большинством. Я думаю, что колебаний от 50 до 60. Может, чуть побольше. Будет какая-то коррекция? Ну, я до вас помню, позвоню, скажу спасибо, что дал заработать. Значит, и какие акции на этой коррекции подбираются, на ваш взгляд? Я понял, что вас только 6 акций интересует. Какие? Какие вам нравятся? Какие вам нравятся? Мне? Мне нравится «Газпромнефть», а вам? «Газпромнефть». Мне нравится «Сбербанк». Если он скорректируется до рублей 155 или 145, где-то в этом пределе, то я думаю, на этом уровне будет много желающего купить. И опять на 180 будете ждать? Посмотрим, да. Там уже... Будем смотреть по ситуации. Как говорил, Наполеон, надо вязаться в бой, а там будет видно. А какие еще акции интересны? Огласите весь список. Или вы хотите, чтобы все инвестировали в один актив? Какие интересные? Не могу сказать. Но вот в «Газпром» я бы не стал инвестировать. Почему? Почему? Ну, и в «Газпром». Потому что «Газпром» стал кошельком верхушки. Поэтому и... Поэтому и, собственно, столько и стоит. Что... Как вообще до вас вот эти события, которые подходили? Brexit или то, что Трамп выиграл, они были, так сказать, неожиданными? Или вам вообще пофигу было все? И выиграл Трамп, и не выиграл Трамп там? Ну, мне в общем-то, да, все равно. Выиграл, не выиграл. Я думаю, что все котировки зависят... Конечно, зависят, да. Но не в той степени, как все об этом думают. Какое у вас преимущество перед другими участниками рынка? Такой секретный фактор X, который позволяет выигрывать. Мой волшебный хрустальный шар. А серьезно? Серьезно. Серьезно. Опыт. Опыт и дисциплина. По дисциплине даже не столь, я подразумеваю, а наличие каких-то правил, сигналов торговых, исследований, которые приносят положительные результаты. В этот год, как вы считаете, будет он спокойным или будет нервным? Будет спокойным. Можно будет расслабиться после пары предыдущих. Ну, понятно. Ну, ладно. Значит, предлагаю попроситься на год. А мы купим по 145, если повезет, или по 150. Сбербанк, продадим по 180, да? И через год пожмем вам руку, скажем, спасибо, брат. Или скажите, кот-козел, что он нам посоветовал. Ну да, или так. Да. Поэтому каждый, каждый сам должен отвечать за свои решения. Вот и все, что могу сказать. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.